По версии следствия, бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области Геннадий Ноздрин дважды в рабочем кабинете в конце мая и начале июля брал взятки за решение о выделении нужным фермерам субсидий на погашение агрокредитов. Первый раз сумма составила 30 тысяч рублей, а второй – 500 тысяч. С обвинением Геннадий Ноздрин не согласен. По сообщениям рязанских информагентств, он утверждает, что взяток не получал, а деньги передавал первому зампреду рязанского правительства Дмитрию Андрееву. В пятницу следователь и прокурор просили Советский районный суд назначить Ноздрину меру пресечения в виде заключения под стражу до 30 сентября. Адвокат же наставил на домашнем аресте. По итогам заседания суд учел положительную характеристику с прежнего места работы и вынес постановление о домашнем аресте. Теперь до 30 сентября Геннадию Ноздрину запрещено пользоваться интернетом и телефоном, а общение ограничено лишь супругой и адвокатом. Напомним, что за взятку в крупном размере полагается наказание до 12 лет тюрьмы и штраф от 70 до 90 крат размера суммы полученной взятки.